Плечом к плечу, лицом к Мекке. С самого утра сегодня в мечетях слушают проповеди имама. Этот намаз особый. Мусульмане празднуют Курбан-Байрам. Первые 10 дней и ночей месяца Зульхиджа, а сегодня как раз 10 день, являются священными. Поэтому эти ночи рекомендуется проводить за чтением молитв, поклоняться, больше внимания уделять покаянию. Вчерашний день был день Арафат, когда паломники собирались на горе Арафат и просили у Всевышнего прощения. Читать молитвы в этот день – долг любого настоящего мусульманина. Семиклассник Наиль даже не пошел на учебу, но прогуливать школу не пришлось. Отгул дали официально. Спрашивали, а тебе куда надо? Ну, я сказала, мне так и так, я мусульманин, мне надо на великий праздник Курбан-Байрам. Меня директор сказал, я знаю такой праздник у мусульман, и меня отпустили. Это праздник жертвоприношений. В ближайшие три дня будут резать баранов. Так верующие воздают хвалу Аллаху за мирское благополучие и здоровье. Молитву считаем. Первое дело – бисмулла рахман рахим. Там есть специальная молитва есть. Пока кровь не выйдет, все считаем молитву. По обычаю мясо делят на три части. Согласно традиции, нужно угостить родных и нуждающихся. Оставить себе можно лишь треть. Сейчас начнется самая вкусная часть праздника. На стол подадут ароматный плов. Его смогут попробовать полторы тысячи человек. Для приготовления этого традиционного блюда мусульмане закололи пять баранов. Над казанами колдует с десяток поваров, причем ни одной женщины. Это не значит, что им не доверяют. Просто чтобы перемешать такой объем риса, нужна сильная мужская рука. Мужчины готовят. Почему? Уверенны все в себе. Поэтому женщины это не умеют готовить. Правильно? Почему? Потому что в аршиве казали надо силы иметь. Кстати, в соседней Башкирии и в том же Татарстане сегодня официальный выходной. Курбан-Байрам традиционно длится три дня. В течение этого времени мусульмане смогут полностью посвятить себя духовным делам.